Сильный, спокойный или умеренный? По какому именно сценарию в регионе пройдёт весенний паводок, пока точно не могут сказать даже эксперты. Количество снега – лишь один из показателей, но далеко не основной, отмечают синоптики. На заседании областной комиссии ПЧС Валентина Неворотова вспоминает прошлую осень, когда за сентябрь-ноябрь у нас выпала до 270% месячной нормы осадков. Это означает, что увлажнение почвы переизбыточное, и вновь впитать огромный объём воды она уже не сможет. Я хочу обратить внимание на все факторы, которые обеспечивают нам половодие толевого или иного характера. Это обычно осеннее увлажнение, промерзание почвы и запас воды в снеге. Анализируя вот эту погоду и обращая внимание именно на то, что два фактора неблагоприятны для нас в этом году, мы всё-таки предполагаем, что половодие будет выше средних многолетних значений. Каким бы ни был поводок, отмечает Олег Мельниченко, главная задача в этот период – обеспечить санитарно-эпидемиологическую, а также безопасность жизни и имущества людей. И в регионе все структуры, единые государственные системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций готовы к любому вызову. Проведён ремонт 11 гидротехнических сооружений, проведена укрепительная работа, дно углубительной работы, расчистка русел рек, ремонт водопроводных коммуникаций. Как только мы обнаружим, что у нас какие-то угрозы начинают складываться, мы, безусловно, тут и, если надо, и ЧС введём, и всё, что необходимо, сделаем, и режим повышенной готовности определим. Ну, я думаю, что будем действовать, исходя из складывающей ситуации. Ежесуточно. Ежесуточно, мониторим, смотрим. В Пензенской области также сформирована специализированная группировка сил и средств. Она включает в себя более 10,5 тысяч человек и более полутора тысяч единиц техники.